Добрый вечер, будем начинать нашу встречу. Знаете, что меня удивляет, что такой зал большой заполняется на вечер юмора. Почему меня это удивляет? Да потому что очень много юмора стало по всем телевизионным каналам. И на Украине, и в России. Скоро вообще все передачи по всем телеканалам будут юмористическими, я вам должен сказать. И даже новости будут прерываться смехом за кадром. Там, допустим, там, министр пообещал, что до учителей зарплаты дойдут. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, значит, сразу. Но зачастую действительно юмор некачественный. Причем, ну, конечно, ниже пояса не мне вам рассказывать, вы все видите телевидение. Я вам должен сказать, что когда появился Comedy Club, я смотрел все передачи. Потом стал меньше, потом просто гомеопатическими дозами. А сейчас, даже если я один, я не ханжан, но если я нахожусь один в комнате и смотрю Comedy Club 3 минуты, я краснею. А у меня дочь, ей, по-моему, 17 лет сейчас. Извините, да, нет, кажется, 17. И она любит Comedy Club смотреть. Сразу скажу, Дом 2 она не смотрит, она выше уровнем развития, чем Дом 2. То есть вы знаете эти передачи, судя по смеху. А Comedy Club глядет. Ну, остроумные ребята, молодые. Я ее понимаю. Но, когда она смотрит Comedy Club, я захожу к ней в комнату, она взвизгивает. Папа, сюда нельзя. Я Comedy Club смотрю, она нравственность мою глядет. Но вы не думайте, что я только про коллег говорю. Меня тоже много. Подходит на улицу и говорит, скажите, а вот вы себе не надоели? Вас же уже смотреть невозможно. Я не обижаюсь. Я знаю древнюю нашу мудрость, нашу славянскую. Я вообще сегодня буду обращаться много к нашим, к мудростям наших с вами предков. У нас были общие предки. Ни гималайских предков, ни тибетских наших. И вот наши предки сформулировали так. Если тебя назвали дураком, ты обиделся, значит, ты действительно дурак. Есть гениальное изобретение человечества. Выключатель. Или ты мазохист. Вот ты мне не нравишься, я буду... Ну, наши люди в этом смысле уникальны. Они с утра включают телевизор. Это же только наш человек может смотреть голубой огонек до 4 утра. В 4 утра сказать, это невозможно смотреть. А ты раньше не мог это понять вообще интересно? Да, я тоже так же относился. Вот утром не включу телевизор, вроде как давление недостаточное. А там что-нибудь передадут, гадость какой-нибудь, и сразу циркуляция началась. Мне это нравится, как, знаете, утром включится телевизор, а там рассказывают, тут наводнение, там бабахнуло, тут прорвало, землетрясение. Вы смотрите передачу с добрым утром. И в какой-то момент я заметил, что чем меньше я смотрю телевизор, тем лучше у меня настроение. А потом я перестал читать газеты. Такая жизнь хорошая началась. Статья. Маньяк изнасиловал всех пассажиров скорого поезда. Ну как это... Надо было добавить, вместе с машинистами и стрелочниками, мимо которых он... Под Новосибирском корова родила бычок. Как можно вот так вот назвать статью? Лифтер застрял в собственном лифте и умер в нем, дожидаясь лифтера. На Киевском вокзале в Москве голуби-бомжи заклевали девочку с беляшом. Разминка. Традиционная. Я всегда провожу разминку, потому что еще раз говорю, ко мне стало ходить много молодежи, а у молодежи есть проблема. Она воспитана клипами, долго об одном думать не может. Знаете ли вы, знаете ли вы, что утро... Утро это такая часть суток, когда завидуешь безработным. Я говорил, задние рябьи ходят на работу, они только знают, о чем речь идет. Даже средние не поняли, о чем речь идет. Ладно, тогда попроще. А знаете ли вы, что итоги переписи населения в наших странах показали, что женщины у нас в среднем на 10 лет младше мужчин того же возраста. Загадка на сообразительность. У матери было два сына. Один из них любил копаться в песочнице, другой в грязи. Вопрос. Кто из них стал журналистом? Вот, это молодежь меня должна поддержать. Мое поколение, наверное, не совсем, не все поймут, о чем речь идет. Знаете ли вы, что настоящее одиночество, это когда на вашу электронную почту не приходит даже спам. А знаете ли вы, что во многих провинциальных городах России и Украины аэропорты в таком ужасном состоянии, что людям теперь выдают бумажные пакеты при входе в аэропорт. Ну, это проходящая фраза. Так, считайте, не говорил в Амстердаме, недавно прошел концерт наркотики против рока. Знаете ли вы, что более всего независимости Косово в мире обрадовались производители глобусов? Хорошо. А знаете ли вы, что по результатам социологического опроса 10% жителей в Великобритании любят устраивать пьяные дебоши? Кстати, столько же процентов жителей в Великобритании составляют русские гастарбайтеры. Одна из футбольных команд заплатила судье столько, что он вышел на поле в форме этой же команды. В приметы я не верю. Я не суеверный в обывательском смысле. Я вот не люблю плевать через левое плечо, особенно если сзади идет кто-то. Я знаю одно. Примета такая. Вот плюнул, а там был кто-то, в морду получишь точняк, наверняка. И когда я это понял, я сам стал придумывать приметы. Сбываются стопудово. Вот согласитесь, точная моя примета. Если навстречу вам идет женщина с ведрами и коромыслом, значит вы в деревне. А если вам дорогу перелетела черная мошка, у вас отличное зрение. А если у вас пожелтели зубы, не пугайтесь, у вас во рту осень. Главное не доводить до зимы, когда все опадать начнет. Это тоже примета для молодежи. Если с вами вдруг заговорила компьютерная мышка, значит вас посетила белочка. О, народу сколько в теме. Флешка есть, ума не надо. Или для молодежи. Молодежь, когда вот эту фразу слышит, она сразу представляет себе родителей своих. Кто рано встает, тот всех достает. Ладно, это для взрослых. Что упало, то бухало. Что у нас на полях посеешь, то уже не найдешь. Мужики, для вас в первую очередь. Для настоящего мужчины главная опасность не наступить на грабли. Главная опасность не наступить на детские грабли. Шоу-бизнес российский. Россия продала Ирану серию ракет из новой коллекции Юдашкина «Земля-воздух-весна-2008». А Николай Басков был доставлен в больницу с резким приступом собственной важности. В его паспорте фотографии оказались на каждой странице. Я, кстати, Баскову сказал, это он так смеялся, а потом говорит «Добавь все фотографии с автографом». Вот это хорошее чувство юмора, должен сказать. Ученые расшифровали название телепередачи «Малахов плюс». Оказывается, плюс – это подпись доктора Малахова. А фотографии Собчак признаны целительными. Если человеку во время икоты показать фотографии Собчак, и кто-то проходит. Такая дурь полная, даже читать стыдно. Дурька такая. Знаете ли вы, что выстрел ракетной системы «Тополь» называется «Тополиный пух»? А знаете вы, чтобы у нас соблюдали водители сплошную полосу, ее надо делать высотой в метр. А, я говорю, у нас общее есть. Вчера казахские ученые открыли 12 видов неизвестных науке животных. Они бы открыли и больше, но, к счастью, трава закончилась. Умерший водитель маршрутки восстал из мертвых. После того, как работник морга слишком громко хлопнул дверью. Недавно в Приморском крае в России заодно в Владивостоке провели социологический опрос на тему «Как вы относитесь к китайцам?» 30% ответили «Хорошо», остальные 70 «Халясё». Усама Бен Ладен скрывается в России. Такую версию выдвинуло ФБР, увидев по российскому телевидению астролога Павла Глобу. А знаете вы, что самая глухая девушка у нас это Снегурочка. Курьезнейший случай произошел во время футбольного матча Молдавия-Таджикистан. Когда во время штрафного молдавские футболисты выстрелили в стенку, таджики не растерялись и начали ее штукатурить. Но вы не думайте, что я только про другие страны. Теперь немножко про родную Россию. При испытании последних марок автомобилей на каюк-тест самым опасным был признан автомобиль АК. Когда сажали манекен в машину, ему сломали обе ноги. На Украине теперь даже российские телевизионные программы будут переводить даже их названия. Криминальная Россия Русь Бандюковая. Пусть говорят будет хайбалакают. Программа Максимум Яха огромна программа. Дальше я боюсь говорить вам. И ожидается самая рейтинговая программа туды-сюды с Анфизой Чеховой. Ладно, продолжим вашу тему. Во время очередной предвыборной кампании один из депутатов Верховной Рады прямо заявил избирателям за последние годы мы стали жить лучше. Мы рады за вас ответили избиратели. Президентские выборы в России напоминают просмотр фильма «Ирония судьбы или с легким паром». Концовка известна, но традиция есть традиция. Я вообще... Моя философия такая. Есть три проявления Бога на земле. Это природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает нам жить, это понятно. Любовь помогает нам выжить, а чувство юмора пережить. Кстати, чувство юмора нам помогло на выборах в России. А мы просто друг к другу ходили спокойно так. Вообще заморочек никаких не было. Вот эти вот крики, вот этого не было ничего. Ходили, спрашивали, ты на выборы Медведева пойдешь? И никаких проблем, все. Скажите, вот какими надо быть на Западе искусными мастерами пиара, чтобы в славянских странах, где на земле растет прямо натуральная еда, приучить наше население к попкорну и к фанте. Я умышленно не говорю народ. Население. Потому что те, кто едят попкорн, пьют фанту, это не народ, это население. По всем кинотеатрам, и у вас, и у нас сидит молодежь с ведрами попкорна. И все это запивает фанта. И ощущение, что в кино чавкалка такая. Находишься в чавкалке, а не в кино. Из-за Макдональдса детишки в наших городах и селах стали похожи на американских детишек. На маленькие клизмочки, вот такие. По всем полям, лесам, весям, дорогам стоят вот эти похожие на собачьи будки ларьки с чипсами, пепси, ошметками, картошки, обрезками мяса, с кальмарами, которые умерли собственной смертью на Санцепёке. Как можно взять в рот то, что называется хот-дог? Вы переводили это слово когда-нибудь? Вы старую собаку пробовали взять в рот? Горячую собаку? А ведь есть ещё стардог, а у нас для детей выпустили в Москве мюзли под названием «Мишки грызли». Чего они грызли? Наши страны превратились в два лохотрона больших. В рынок, в базар, элитные американские холодильники. Хоть кто-нибудь подумал, как холодильник может быть элитным? Но человек покупает, думает, я теперь к элите принадлежу. У меня элитный холодильник. На одном ценнике на московском рынке, видимо, перепутали, написали «элитная баранина». Таджик отторговал. Я к нему подошёл, спрашиваю, элитная баранина, это как? Он мне не задумывается, говорит, это из элитных баранов. Как баран может быть элитным? Или его звери встриг? А как вам реклама один? Это что, коровыми накачано телеконом? И повсюду вот это разводило вип-дома, элитные дома. Это для лохов, это для элитных лохов, вот это дома. Уже появились в этих домах вип-электрике элитные сантехники, простите, скоро гламурные говночисты появятся в этих домах. В Москве магазин обувной называется Мос Шуз. Напиши уже Мос Шиз. Починка мастерская, где чинят одежду, русскими богами написано починка дресса. Магазин женский называется нашими богами кириллицей вуменское белье. Скажите, откуда такая к слову евротяга? У нас есть магазин в Москве называется евроинтим. Как интим может быть евро? Вы можете мне объяснить, чем он от нашего отличается? У вас тогда евросало надо выпускать уже. У нас есть магазин при выезде из Москвы. Маленькая такая эмбрион ларька. Вот такой сверху название еврик. Это для низкорослых евреев, видимо. И наконец рекорд рекордов перескодом в солидное учреждение русскими буквами название этого учреждения. Дай бог выговорить камел текстил ведым тиджамет лимитед девелопмент ширкасти. Знаете, что мне это напомнило? В конце 80-х годов я приехал в первый раз в жизни в Среднюю Азию с выступлениями. Через месяц должен был приехать Брежнев. Я выхожу из аэропорта, а встречает плакат, уже приготовленный к приезду Брежнева. Они же в Средней Азии то, что слышат, пишут нашими буквами. Вы представляете, что со мной было, когда я прочитал Жасасын Бздын Леонид Ильич Брежнев. Больше мне только понравился плакат в Казахстане. Ленин хура, Ленин хара, Ленин хура хара. По отношению ко всем вашим выборам потрясающая пословица. Кстати, неправда говорить, что на Украине стабильность наконец появилась. Вот я очевидно. Вот я пять лет езжу, как не приезжаю, стабильность выборы. Старая славянская пословица по отношению к выборам и к нашим имеет отношение к вашим. Новая метла по-новому метет. Все знают. Там продолжение. А когда сломается, под лавкой валяется. А к нашему Путину это не относится. Недавно даже Буш звонил Путину, спрашивал совета, как бы ему тоже после выборов премьером устроиться. Начинается возрождение славянское. Оживает энергия у молодежи. Хоккей в Канаду наши полетели. Только наши могли в Канаде переорать канадцев. Только наши молодые люди могли ветерана подбрасывать 9 мая. Контуженного войну с такой энергией, что к нему вернулась речь. Но самое, что меня трогает, вот меня очень слышат дети, и мне это так нравится, дети уже не заморочены этим ничем, они не верят в выборы, не верят голливудским фильмам. Мне такие письма приходят, Михаил Николаевич пишет 9-летний парень, я разгадал слово собака, вы говорили по телевидению, что вы не понимаете откуда, 9-летний пацан понял, мой папа ходит на охоту, а собака идет сбоку. Собака от слова сбоку ходить. Ни один ученый не додумался, другой мне пишет, слово нельзя, ребенок пишет, а слово не лезь, третий пишет, воздух, возит духов, это детишки все, один написал, вы разгадали слово милиция наша, а я понял, что означает их полиция, поганые лица, детей интереснее читать, чем ученых мне сегодня, потому что у них родничок открыт, один мне написал, Михаил Николаевич, я не знаю в каких его отношениях с Чубайсом, по телевидению, я стал читать мифы славянские, и он мне пишет, представляете, Чубайс, Чубайс или Чубысь, славянское мифологическое существо, третеразрядное, я проверил, у меня была истерика, Чубайс, Чубысь, неважно, готовы, это мелкий домовой пакостник, изображался в виде рыжей крысы с человеческим лицом, что-то в наших предках было волшебное, друзья мои, а я еще запустил у молодежи такую игру по интернету, слова в обратку читать, это так интересно, даже обратно читаешь смысл, Рим обратно, мир там, где Рим, не будет мира никогда, худ, дух, если ты не духовной жизнью, ты худой жизнью живешь, Путин не туп, ну в общем действительно, когда он и Буш отвечают на вопросы корреспондентов, я понимаю, что так и есть, потому что Буш еще только нашептывают ответ на ухо, а наш уже его своим ответом в неудобное положение загнал, ой, а тот конкретно зависает с нашим, когда отвечает, Буш недавно был в Австралии, называл ее Австрией три дня, он же недавно вообще признался, я в детстве мечтал стать космонавтом, но потом понял, что для этого надо много учиться и стал президентом США, наш же в КГБ обучался, он мгновенно, ой, а последняя конференция, ну это супер, перед его уходом, когда иностранцы задавали каверзные вопросы, когда Путин им сказал, не стесняясь ничего, говорит, учите свою жену щи на кухне готовить, мир захлебнулся в вариантах перевода, американцы перевели суп ов дэй, японцы обозначили мисо суп, а на вопрос, правда ли, что у вас счета в люксембургском банке, он просто сказал, вынули что-то из носу и размазали по бумаге, вы знаете, это даже переводить не стали, один раз я видел, как Путин завис на том саммите, его Буш поставил в тупик, Буш у него спросил, почему во время белых ночей над него и поднимаются ракетные установки, тут наш завис конкретно и говорит, пойдемте нас ждут, все, на этом закончим, да, Путин обратно не туп, а депутат как обратно читается, во, татупет, посмотрите на депутатов, ну конкретные татупеты, один мне написал, дядя Миша, я теперь из-за вашей игры не могу ходить в туалет, я прочитал слово унитаз, наоборот, и мне страшно, но после того, как он мне прислал письмо, и мне теперь страшно туда ходить, потому что унитаз, наоборот, читается затяну, опять ребенок написал, а знаете, как читать волшебный язык, потенция, наоборот, готовы? потенция, яиц нет, оп, это все дети, я иногда думаю, надо прислушиваться к детям, они что-то слышат, то, что мы не знаем уже, мне дочь говорит, я не могу читать три мушкетера, спрашиваю, почему, она говорит, они бандиты, я говорю, как бандиты, а потом думаю, не буду спорить, попробую ее глазами вспомнить роман, ааа, бригада, из-за подвеса гулящей королевы три пацана замочили уйму ни в чем не побинных людей, Д'Артаньян просто авторитет на зоне, Бонасье пустил его пожить, а он соблазнил его жену и его же избил еще за это, это даже не по понятиям, молодежь не ходит в оперы, и вы знаете, я их понимаю, я хотел научиться слушать оперу, я не смог, просто многие не поняли, я не стесняюсь это сказать, опера красивая музыка, великие композиторы, да, но, когда поют со словами, я хочу понимать, о чем поют, я ничего не понимаю, ооо, как мы наши мужики пьяные на поляне, это, я думаю, ну, наверное, это все-таки в России такое, нет, я был в Париже на опере Травиат, Травиата, Верди, гениальная музыка, значит, Виолетта, похожа на снежную бабу весной, вот такие оплывшие бока, возраст не знаю, но у нее уже Паркинсон на руках, вот, почему я вижу, что Паркинсон, она письмо получает по опере, и у нее тремоло, вот такое, с письмом, стоит, вот, а русские в зале, а русские, это отдельный разговор, русские, украинцы, белорусы в зале, во-первых, вообще, наши в Париже, это отдельный рассказ, это семиразовое питание, шесть раз шоппинг между питанием, и ловр, семь минут, гиды в ужасе, когда им говорят, все шедевры за семь минут, вот после этого дня, они идут в оперу, тут даже наши проснулись, когда у нее письмо трястись начало, и не зря, у нее, у Виолетты, письмо упало, сюжету Кирдык, синопсису, она же читать его должна, если бы у нее бинокль был, она бы, а у нее бинокля нет, она пытается его поднять, это цирковой номер, я вам должен сказать, она вот так вот, организм, когда нет талии, не знает, где согнуться, если бы у нее хотя бы липучка была на копчике, она бы так раз и подняла, короче, она тянулась, тянулась и упала, да, упала, встать не может, этот вес неподъемен, нужно подъемный кран выспускать, выбежал Альфред поперек синопсиса, ее поднимать, дает руку, она же хочет быстрее встать, потому что оркестр уже третий раз играет одно и то же, он ей дал руку, она как дернет, и он упал, и они как две гусеницы там, колупаются вот так вот, ой, музыканты духовых наплевали в инструменты от смеха, у дирижера на палочке Паркинсон начался, вообще, одну только оперу я смотрел семь раз, семь, всех знакомых водил смотреть эту оперу, в советское время была опера, а в советское время пели все слова, потому что были слова Ленин, Сталин, не пропоешь, будешь петь в другом месте, опера называлась «Повесть о настоящем человеке», Мересиев, говорят, видел эту оперу, сказал после оперы, ползти было легче, я не знаю, что с вами будет сейчас, но я не могу вам не доставить удовольствие не пересказать, увертюра, ой, это я запомнил на всю жизнь, увертюра, раскрывается занавес, на сцене ползет Мересиев, и считает ползки, или поет ползки, тысяча первый, тысяча второй, тысяча третий, хорошо он с тысячи начал, а не с первого, восемь минут, вот это продолжается, ха-ха, потом вдруг, чу, медведь, притворюсь мертвым, и откинулся, вот так, башню откинул, но когда вышел медведь на сцену, ха-ха, и запел, вы видели, когда-нибудь медведь тенором поет, нет? и что запел, что-то мертвичинкой запахло, а этот, а этот, я мертвый, я мертвый, подмигивая залу, ой, цирковая постановка, а во втором действии, хор партизан, и хор крестьян, хор партизан, я боюсь вам даже это говорить, хор партизан поет, «Мать твою!» А эти «Мать мою!» «Мать твою!» «Мать мою!» И какой-то голос «Немцы замучили!» А как вам в конце хор нет сестер в больнице? «Отрежем, отрежем, мересь его ногу!» «Отрежем, отрежем, мересь его ногу!» И в конце Ария Мересьева «Спасибо партии за мой протез!» Знаете, вот эту бы энергию, послужившись нашего языка мудрого, сконцентрировать, дать вектор на пользу Родине! Знаете что? Немножко серьезно. Запад, чтобы вы знали, после Второй мировой войны, понял, завоевать славян не удастся никогда. А жалко. Смотрят они на карту, думают, вот это рынок пропадает. Чем сильны славяне? С животной любовью к Родине. Надо их лишить этого чувства. А как лишить? Сделать славян торгашами. У торговцев нет Родины. У торговцев, где прибыль, там и Родина. Как мне сказал недавно один американец-торгаш. Славяне, вы такие наивные. Вы, когда вам что-то хорошее скажешь, так раскрываете руки для объятий, что когда вам даешь морду, вы не успеваете заслониться. Наш мир может погибнуть, славянский, только из-за того, когда мы все ставим торгашами. Раньше мечтали молодые люди быть космонавтами, врачами, учеными, физиками. Сейчас! Кого не спросишь, кем работаешь? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты! Хорошенькая девушка заявила, я занимаюсь промэушеном. Ты уши промываешь? Я ее спросил. Мне приходилось слышать от молодых девчонок, красивых. Я работаю, одна, в отделе девелопмента. Я не знаю, что у нее лопнуло в этом отделе. Другая, я старший мерчендайзер. Это как вообще поворачивается язык, такую мертвичину выговаривает. Я занимаюсь аутлопингом, а другая говорит, а я аутсорсингом. Вот так вот, вот. Кто-то занимается лизингом, кто-то под лизингом, кто-то стыбзингом. На телевидение вообще надо ходить со словарем. У них слот тайм, контент, кастинг, синопсис, прайм тайм. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Држинскому сказал, я старший рерайтер фокус-группе по тюнингу синопсиса cinema-армян продакшн. Продакшн. И у всех продакшн. Все хотят продавать. Никто создавать не хочет. Катя Лель продакшн. Киркоров продакшн. Я хочу создать новую фирму. Будет называться Задорнов создавакшн. А еще у нас блогеры, имиджмейкеры, дизайнеры, письмейкеры. И есть такая профессия даунштифтеры. О! Я искренне хотел понять, что это такое. Загнил в словарь новых английских слов. Читаю. Готовы? Готовы? Там написано, даунштифтер – это тот, кто занимается даунштифтингом. Вот такой дурёж. Я понимаю, откуда это берётся. От некудышности, от комплекса недообразованности и от, собственно, некудышности. Вот просыпается утром некудышка такая. Думает, а я даунштифтер. Вот. Среди этой всеобщей бесовщины парикмахер, сказать. Это отстой. Назовите Зверева парикмахером. У неё губы лопнут. На Урале у женщины повара, повар типичный наш, вот такая вот, колпак, спросили, как её профессия называется, она говорит, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодилер. А сколько у нас менеджеров? Больше, чем инженеров в советское время. ИТ-менеджер, топ-менеджер, ивент-менеджер, сейлс-менеджер, аккаунт-менеджер, бренд-менеджер, это вообще как бренд-менеджер звучит. Креативный менеджер, это на кретинный похоже. Менеджер по клинингу, осталось по заклинингу ещё. Есть сеттер-менеджер, это вообще собачье что-то. Менеджер по утрам читает СМИ, ест бизнес-ланч, говорит, окей, чтоб все видели, что он знает английский. Приходит в магазин, говорит, колбаски мне окей? Ничего, что я с вами по-английски разговариваю? Менеджер, это не человек, это тот, кто верит спелл-чекеру, смотрит реалити-шоу, соблазняет девушек словами лизинг, мониторинг, мерчендайзинг. Секс считает занятием, да, вступая в брак, составляет брачный контракт. Обязуюсь любить вечно, пока не наступит форс-мажорные условия. Девчонки так западают на менеджеров теперь, что в книжном магазине в Москве продается книжка, называется «Как подцепить менеджера». Я пришел в телефонную связь отделения, одна девчонка менеджер, другой говорит, я говорю, а в Париже что-то меня не прет от Эйфелевой башни. Вторая говорит, а я вообще удивлена, всего одна Эйфелева башня в Париже. А еще один мерчендайзинг, мерчендайзер, пришел в библиотеку и попросил мне этот прикольный роман «Трое в лодке, не стесняясь собаки». Бедные дети, им не во что сегодня поиграть. Раньше играли в космонавтов, в дочки матери, в пожарных, одел каску, лицо было у профессии. Как вы будете играть в менеджеров? Один ребенок другому должен сказать, я тебе сейчас буду креативить. А тот должен сказать, «А я тебя отпиарю». Вот. Ну и все рекорды побила учительница русского языка, которая ученику сказала, у тебя сегодня день рождения, после занятий мы тебя отхепибездим. Наш язык, наши языки менее деловые. Вот только у нас есть двойное отрицание. Никого нет. На мало того, что нет, никого нет. только у нас три степени запрещения есть. Обращали внимание? Запрещено первая степень. Строго запрещено. Категорически запрещено. Ты прав. Мы эмоциональные. Мы не понимаем. Запрещено, это вообще непонятно, что это. Это так, совет. Кто-то с дури посоветовал. Даже прислуживаться не надо. Строго запрещено, надо еще подумать, постоять. Идти туда или не идти. Категорически запрещено, подольше надо подумать перед этим. А еще есть другая форма, не влезай, убьет. А это уже для тех, а это уже можно, но только тому, кто писал это. Да, у иностранцев этого нет. Это же только у нас написано, магазин закрыт, точка, совсем закрыт. Уж нас обязательно будет стучать, спрашивать, вообще закрыт? И что, и попить ничего не дадите? В гостинице, вот у вас, но невозможно находиться. Ну вот, слушайте, эти девчонки на побегушках называются теперь пейдж-гел. Носильчики Белл-бой, ощущение, что ты в публичном доме находишься. Эти уборщики, которые моют полы, вошингеры. Они в шее, наверное, ловят, по полу, по полу ходят. Ресепшн уже, ладно, мы привыкли. А я так издеваюсь над ними. Я в какой-нибудь гостинице крутую поселюсь у нас, звоню им туда, вниз, в ресепшн, спрашиваю, это низ? Опустил, ага, они так сразу, как опущены, говорят, это не низ? Что это такое? Я говорю, как не низ? Я же с третьего этажа вам звоню на пиар, и значит, низ? Это ресепшн. Я говорю, вы ресепсионируете там что-нибудь? В прошлый раз выписывался у вас осенью, ну, крутая гостиница же, Палас. Звонок, ресепсионистка звонит, когда будете делать чек-аут? Я знаю, что это такое, я же не безграмотный, но мне же прикололться охота, чушь не услышать не могу, я спрашиваю, че-че? Она мне объясняет, когда будете чек-аутиться? Я ей говорю, закончу чемоданинг. Повесила сразу трубку, поняла, с кем разговаривает. Ой, фреш. Почему все славяне стали говорить вместо свежий сок фреш? Это не признак крутости, это признак комплекса неполноценности. Называют свежевышенный соки фреш. Пришел зубы веером, бизнесмен в ресторан, начало весны в Москве, говорит, мне березовый фреш. Давленный березовый пробовали когда-нибудь? Но все рекорды побил ваш менеджер из гостиницы. Ой, но это, это, у вас вообще так смешно, сейчас ведь в НАТО готовите вступать, и поэтому все говорят, окей, окей, надо готовиться. Причем так смешно, вот это окей же, это же невозможно, слушать же, когда окей же, и, а он еще, помимо окей, вообще с америкосов взял манеру употреблять какие-то их слова. Америкосы, когда лифта ждут, лифт проезжает, останавливается на их этаже, а ему надо вниз, америкосу, там, открываются двери, там кто-то есть. Что это спросит американец? Да он. Мол, да, он и едет. Ваш вот этот, окей же, стоял на третьем этаже, стоял же, нормально же. Открываются двери, там нормальный донецкий пацан ехал. А он его спрашивает, да он? Он говорит, я тебе, сука, да он устрою сейчас. Но вот кто совсем потерял чувство юмора, это наши крутые бизнес-леди. Как их разводят в этих салонах? Вот эти салоны для бизнес-ледей, значит, о, мужики, наконец, обрадовались. Ё-моё. Ну, я думаю, у вас еще такого нет, как в Москве. В одном салоне массаж коленными чашечками мощей святого Пафнутия. И ведь верят за такие деньги. А массаж камнями из почек Буды, как вам нравится? В одном салоне у нас теперь крутой салон на Рублевском шоссе, где живут богатенькие, буратинки, там так такое разводилово придумали. Значит, пилинг, то есть волосы на ногах, золотые китайские рыбки съедают. Значит, бизнес-леди помещают в аквариум, и к ней присасываются рыбки золотые, вот, и съедают волосы. Я не знаю, что с золотыми рыбками, их чистят, или они одноразовые, или им клизмы ставят, я не знаю. После того, как они нажрутся волос этих, вот. Ну, одна бизнес-леди мне говорила, кайф! И главное, лечение диабет обучанием тибетских коров, увлажнение кожи сухой, отрыжкой красноухих макак. Верят, жирным диетологам, вот это меня поражает, прыщавым косметологам верят. Подходит ко мне косметолог, прыщавый, у меня нормальная кожа, видите, у меня ни одного прыща нет. Он мне говорит, у меня для тебя такой крем есть. Я говорю, какой? И он мне говорит, из вытяжек семени моржов чукотских, вытянутые девственницами удодов, там, я не знаю, ну, в общем, я говорю, сам пользуешься? Пользуюсь, конечно. Я говорю, вот ты хочешь, чтобы у меня вот такое же лицо было какое-то? Но все рекорды побил салон один. Еще раз прошу меня извинить, зачитываю, я в газете прочитал. Простите. В нашем салоне, представляете, мое удивление, производится, готовы, да? Липоскульп... Подожди, ты готов всегда. В нашем салоне производится липоскульптура лобков. Я думал, ошиблись, опечатка. Я думал, слово лобиков неправильное написали. Нет, лобков. Липоскульптура. Представляете, кого-то, кто-то скульптором работает, он спрашивает, ты кто? Я скульптор. Я скульптор. А что ты лепишь? Лобки. Первая фраза. Если вас не устраивает ваш лобок, и я впервые задумался, вы знаете. Че, ха-ха, не в том смысле? Нет, я задумался, как должен выглядеть лобок, чтобы он кого-то не устраивал. А следующая фраза, или ваш лобок не нравится вашему мужу? Ой, ой. Среди бизнесменов гурман и лобков появились. Девчонки ухахатываются на первом ряду. Мне одна девушка написала, что влюбилась в своего жениха. Вот это только наша может. После того, как он ей на первом свидании рассказал об устройстве синхрофазотрона. Это только наша может влюбиться в такого парня. А потом дала согласие на брак, когда он с точки зрения квантовой волновой механики объяснил ей, как рассол помогает от похмелья. У нас нарождается потрясающая молодежь. И она не заморочена бабками вот с утра до вечера. Они не копят золото. Они не копят, как наши антиквариат, как наше поколение. СМС-опрос на одном телеканале. Мало кто обратил на это внимание. А я считаю, это спасительный наш задаток. На одном телеканале проводился СМС-вопрос. Хватает ли вам денег на жизнь? Вот это только у нас могли ответить. Да, хватит. Хватает 5%. Нет, 95%. Стоимость отправки СМС 50 рублей. Только наш мужик, выйдя из дому на минуточку за сигаретками, успеет за эту минуту напиться, подраться, вернуться с синяками и без сигарет домой. Только наш мужик с бодуна утром может любоваться цветочком. АПЛОДИСМЕНТЫ Неважно, что он вчера в ресторане половину посетителей покрошил к чертове матери. А сегодня в природу тянет. Только наш человек, выпив на ночь 5 стаканов чая, будет ворочаться несколько часов и думать, до утра потерпеть или встать. Мы отдавать должны, и тогда славяне счастливыми становятся, а западные потреблять. Поэтому западные не любят дарить подарки, а мы любим дарить подарки. И западные как дарят подарки, я не знаю, дарили вам когда-нибудь западные люди? Мне один канадец подарил, на день рождения, негодяй, значок озера Антарио. Негодяй, он съел больше у меня на дне рождения, чем затратил на подарок. Наш никогда не подарит значок, нашему стыдно. Наш удовольствие получает, когда дарит. От значка он не получит удовольствие. Мне техасская девушка, американка, такая врожденная, такая невырубленная американка, подарила на Новый год набор открыток. Каких? Она еще, она говорит, смотри, какие открытки. Я говорю, какие? А там, грызуны чилийского высокогорья. И она меня еще заставила восхищаться ими. Какой грызун? Я говорю, потрясающий грызун. Я таких грызунов не видел, говорю я. Даже у нас в правительстве нет таких грызунов. Еще одна мне подарила американка, тоже на один из наших праздников, она мне подарила самая, я берегу, как зенитцок ее подарок фотографии ее собаки. Вот разница. Поэтому наш другу на день рождения ищет хрень побольше. Вот такой, это хрень полная, но главное, чтобы она большая была. И он дарит другу, говорит, смотри, как много я тебе подарил сейчас. А тот в ужасе, ему этой хрени друзья нанесли за день рождения, он не знает, куда от нее деться, полный сарай хрени стоит уже у него. Одно его утешает, на будущий год он передарит эту хрень всем. Все такие и получит тоже удовольствие. Отсюда выражение у нас ни хрена себе. И вот какой я вывод из этого сделал, почему у нас так много анекдотов на Украине, в Белоруссии, в России, ни в одной стране мира нет такого количества анекдотов. Древняя славянская мудрость, когда смешно, тогда не страшно. Любая проблема может стать началом пути к успеху. Парадокс, если к проблеме отнестись с юмором. И вот интересно, я раньше в юности мне хамили, в советское время хамили всегда в сфере обслуживания, не как сейчас зазывают, чтобы развести тебя как клиента. Тогда хамили. И я считал, что надо обязательно на грубость нагрубить. Я был очень способным, я мог перехамить любого хама. А потом вдруг смотрю, настроение хуже становится. Перехамил официантку, перехамил швейцара. А у самого плохое настроение. Однажды мне нахамила официантка, и я думаю, не буду я ей хамить, не нравится мне это, надо отшутиться. Я ей хорошую фразу такую сказал. Вот попробуйте, она работает, эта фраза, увидите глаза того, кому вы это скажете. Я ей говорю, вы не так красивы, чтобы так хамить. Она, она зависла, когда я ей это сказал, выражаясь современным языком, в то время такого слова не было, потому что она, во-первых, не поймет, что я ей сказал. Потому что вроде слово красивое есть, но как-то не в фокусе оно находится. И вот прошлый раз, осенью, я выступал здесь. Прошло много лет, а я действительно с тех пор как-то понял, что с шуткой проблемы решаются лучше. И в прошлый раз в Киеве у меня просто испытание было. Я пришел в музыкальный магазин, мне надо было выбрать CD, грубит продавщица. Ну тогда в юности ладно, а сейчас особенно обидно. Она не узнает меня. Как так? Я звезда вообще-то, между прочим. Она звезду не узнает. Я ей уже лицо и так, и так показываю. Уже в профиль повернулся у меня. Профиль на флюгер похож, запоминающийся. Не узнает. Такое желание нахамить. Потом думаю, нет, нельзя. Я уже год с бородой ходил. Я должен быть мудростью самой. Какую я замечательную нашел фразу, зацепку. Я ей говорю, а у нее глаза грустные-грустные. Я ей говорю, почему вы такая грустная, милая? Вы что, с утра не хрюкали? Зависла почище той из моей юности. Она говорит, в каком смысле? Я говорю, ну не хрюкали? Она говорит, как не хрюкала? Я говорю, вот так. Улыбаться начала. Даже не думала мне обратно дерзить. Более того, ее глаза стали смыслом жизни наполняться. Радость, извините, задоринки появились в зрачках. И она говорит, фразу сказала, я даже не ожидал такого поворота. Она говорит, ой, это вы? Ей говорю, как вы меня узнали? Зря я ей задал этот вопрос, потому что она мне говорит, пока не хрюкнули, я вас не узнавал. Но один раз в жизни я все-таки видел, когда смешно и страшно. Я на голливудских фильмах вообще не реагирую. Мне не страшно, когда меня пугают. Толстой сказал про Леонида Д'Андреева, он меня пугает своими рассказами, а мне не страшно. Мне так же с голливудскими фильмами. Мне смешно, потому что, когда вот эти монстры, сопли из ушей вытекают, паутина в ноздрях, а еще, когда наши страшилки снимают, это совсем смешно. Ну, это смешно, поэтому это совершенно не страшно, все эти пугалки. Но однажды один режиссер поставил спектакль «Вий Гоголя». Это было и смешно, и страшно. Здесь много молодежи, поэтому я должен объяснить. «Вий» — это повесть Гоголя. Да, и не надо смеяться, не все это знают. А Гоголь — это писатель, украинский, между прочим, писатель. Вы смеетесь, а в телевизионной программке в Москве было обозначено следующее, следующее. «Вечера на хуторе Близди Каньки». Точка. Гоголь. Точка. Фэнтези. Ну, надо же молодежь завлечь как-то. В книжном магазине на ценнике Анна Каренина эротический триллер. Как вам нравится? «Война и мир», военная драма. Ну, чтобы хоть как-то замануху поставить. Я продавцу говорю, тогда у вас «Собачье сердце» есть? Булгаков. Он говорит, есть. Я говорю, напишите «Корейская кулинарная книга «Собачье сердце». Но он не въехал в шутку, должен вам сказать. Так вот, режиссер поставил «Ви» единственный раз в жизни, повторяю, когда в залу было и смешно, и страшно. Он из цирковых режиссер, поэтому постановка была такая. Гроб паночки летал над залом. И зал умирал со смеху, потому что руки паночки тянулись, не дай бог, кого за нас хватит. Знаете, весело, потому что никто же не думал, что его схватят соседа. А у нас сразу весело, когда другому плохо. И все смеялись. А у него в подготовительной театральной студии было около 500 детишечек. В зале как раз 500 мест. Под залом обычно объемное помещение подвальное. Он посадил детишечек вот под зал. Под каждым стульчиком... Да, спектакль для детишечек был, поэтому я с ласковым суффиксом «чека» буду все говорить. Под каждым стульчиком, креслицем, порарезал дырочку в полу. И когда зальчик ухахатывался, его детишечки всех зрителей схватили за ножички. Паузочка наступила такая кромяшненькая, что одного человечка вынесли из зала. А так как этот человечек был членчиком ЦК КПСС-очки, то спектакль на всегда закрыли. Скажите, откуда такое доверие ко всему западному? Даже волокордин, аспирин уже пенсионеры не покупают. Им подавай вот это, вот что-то, что-то такое западное, тринитил, метил, дебил, гудрон, чтобы было. Вы дайте этот дебил, гудрон, коту. Кот лапой махнет и уйдет. А наш волокордин, коту дайте. Он вам всю ночь будет шумел камыш петь. И никто не задумывается, почему лекарств западных больше и больных больше. А потому что противопоказания надо читать. Удушье, сыпь, одышка, рвота, повышение температуры, лихорадка, аллергия, прыщи. В редких случаях летальный исход. Вот это мне нравится. Да, в редких. Ну, успокоили. У меня кашель был в начале весны. Мне выписали западное лекарство. Я не стал принимать. А там написано, если у вас в результате приема этого лекарства наступит беременность, ага, кашель у меня пройдет, беременность будет. Я губил итальянский конденсионер. Как лето, он течет. Я вызвал наладчика. Он говорит, жара на улице. Я таких разводил, как итальянцы. Даже азербайджанцы у них за углом постоят, я вам должен сказать. А я этого спрашиваю. Скажи, а зимой будет конденсионер работать? Он говорит, будет. Я говорю, ну, спасибо, успокоил, слава богу. Италия, это уже бренд. Никто не задумывается, что они главные разводиловые торгаши в мире. Я читал, я у вас прочитал в Днепропетровске, итальянские двери. Глазок, обзор 320 градусов. Вы мне можете объяснить, что это такое? Он что, за угол заглядывает это в глазах? Главное, чтобы итальянское было. Никто даже не видит чушь, которая пишется, переводится из-за итальянских. Итальянские двери с пуленепробиваемыми решетками. А если коснуться моды? Ой, я понимаю, пиарят итальянские дизайнеры. Причем вот то, что они сегодня пиарят, я же бываю в Милане. Вот, знаете, зайдешь в бутик Гуччи, Армани, ну Армани ладно, но там Гуччи, там ФР, Дочи Кабана. Вот это все мы в ПТУ носили в советское время сегодня. Только это стоило 6 рублей 50 копеек. И материал точняк мешковина это все. Я в последний раз в Милане когда был, думаю, пойду в ФР, приколюсь. Надел на себя последний прикид ФР. О, стою перед зеркалом. Ну, вылитый мастер наладчик фрезерных станков дизелестроительного завода. Только карандаша не хватает вот тут вот за ухом. Ой, но наши женщины, вот наши женщины, они не европейские, они настоящие женщины. У них хорошие фигуры. Они не могут носить то, что пропиарено моделями. Модель не женщины, это модель человека. И когда модель надевает вот эти джинсы, извините, на себе не показывают, но вот телевидение, не показывайте этот срам. Но когда вот чуть-чуть прикрывает вот косточку, и но она же не кастинг, а костинг проходит модель. И вот джинсы здесь, вот когда уже складка видна двух полушарий мозговых, если у нее виден копчик, это не страшно у модели, потому что модели, что копчик, что хребет, это одно и то же. Но когда наша деваха, я сегодня на Крещатике сидел, сколько мимо меня прошло этих, вот такие бедра, вот эти джинсы, вот здесь вот, перетянуто, вот здесь вот все. И сегодня тепло, топик еще вот здесь. Две перетяжки, охотничья колбаска идет. Милая, надень сарафан, надень славянский эротический наряд. Потому что вот эти колбаски надоели, я вам должен сказать. И когда я еще иду за одной, она идет, у нее джинсы зауженные, вот тут, значит, то, что я сказал, и сапоги такие, тяжелые такие, точняк копыта козы. Ну, коза идет, а тут спасательный круг у нее, вот такой. А сзади она сделала татуировку, бабочку на ягодицах. Я не могу, я шел за ней, у меня агония началась, потому что у нее бабочка летит, она же вот это агонизирует. Вообще, женщины, сейчас я буду вашим адвокатом. В результате самые красивые женщины славянские во всем мире. Пойдите в Ницце на пляж завтра и поглядите, поглядите, лежит наша, сочится гормонами женской энергии, лежит рядом немка, смотришь, видишь, была инквизиция. О, сразу фотографировать меня. Три мужика, три мужика курили в окошко на третьем этаже. В общежитии дело было. Три мужика в одно окошко. Смотрят, а внизу канализационный люк. А дома, дома была гиря. 16 килограмм. Давай сбросим. Посмотрим, пробьет люк или, 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 или нет. Какая тебе разница, какая тебе разница, какая тебе разница, пробьет люк или нет. Третий этаж общежития. Бросили, не попали. Пошли за гирей, тянут ее обратно на третий этаж. Эксперимент ведь не завершен. Бросили его второй раз, не попали. В третий раз, не попали. Вот эту бы энергию да на пользу Родине. Тянут гирю на третий этаж, во второй раз, в третий раз, тянут, тянут. Ведь так хочется знать, пробьет она люк или, или, или нет. Скажи, вот, 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 какая тебе разница, какая тебе разница, какая тебе разница, пробьет люк или нет. Какая тебе разница, какая тебе разница, какая тебе разница, пробьет люк или нет. Когда они в третий раз проносили гирю мимо вахтерши, Тайм говорит, больше я вас с гирями Наверх не пропущу Ей же на ум не могло прийти, что это одна и та же гиря Но эксперимент ведь не завершён Вошли в красный уголок Там был канат Привязали гирю канатом к отоплению и бросили Но канат оказался коротковат Да, отопление-то выдержало А вот гиря Гиря качнулась где-то в районе первого этажа И исчезла в каком-то окошке Только звук раздался, как будто в пункт приёма стеклотары Врезался тунгусский метеорит Какая тебе разница, какая тебе разница Какая тебе разница, пробьёт люк или нет Они вычислили комнату, надо ж гирю идти выручать Заходят, а там Сидят три бледных пацана И в долгий затяг курят Они у них спрашивают Я не могу дальше говорить Пацаны, у вас тут гиря не пролетала? А бледно им зайкаясь Отвечают Посмотрите в холодильнике Открывают дверцу холодильника Пробив дверцу на верхней полке гиря 16 килограмм Один из пацанов вообще не разговаривает Только головой подёргивает Как будто у него тресогуска последней стадии Спрашивают Что с тобой? А он им говорит А я, мужики, 15 минут назад Свою кровать с холодильником Местами поменял Ну извини, говорят, но гирю мы заберём Эксперимент ведь не завершён А нам надо знать Пробьёт она люк Или, или, или Какая разница Какая тебе разница Какая тебе разница Пробьёт люк или нет Какая тебе разница Какая тебе разница Какая Тебе разница Пробьёт люк или нет Вот эту бы энергию Да на пользу Родине Родине В этом отношении Больше всех меня порадовал Один человек Я в театре на Таганке В Москве часто выступаю Он пришёл и говорит Перестаньте Дурить людям головы Со своей гирей Мы пробовали Она не пробивает люк Канализационный Начнём с рекламной паузы Дети, кстати, правильно не говорят Они говорят Брехламная пауза Значит Итак, брехламная пауза Новый ферри Мне помог отмыть посуду от жира И теперь у меня только одна проблема Как мне отмыть посуду от нового ферри Собери 10 тысяч пивных крышечек И стань обладателем Самой большой коллекции Пивных крышечек Уже с 14 лет Я начал пить, курить И морально разлагаться Но потом я попал в церковь Новое поколение И понял Что лучше бы я пил Курил И морально разлагался Жена Вот уже 20 лет Меня не покидает чувство Что мой муж мне изменяет Но я никак не могу его застукать Муж Хорошо иметь домик в деревне Объявление Продам квартиру в центре Киева Или поменяю на посёлок Городского типа В Иваново-Франковской области Штирлиц ехал по Берлину На своём чёрном Мерседесе Он ещё не знал Что война скоро закончится Ему как герой Советского Союза Подарит Запорожец Журналист пришёл На репетицию К Роману Виктюку Журналист Что вы сейчас ставите Роман Виктюк Мы ставим спектакль Белоснежка Журналист Почему у вас 8 гномов Один из актёров Я не гном Я Белоснежка Звонок в дежурную Милицейскую часть Здравствуйте Вы вчера присылали наряд По адресу Улица Свободы Дом 3 Квартира 47 Да Имели место нарушение Общественного спокойствия Громкая музыка Подождите Послушайте Передайте им Пожалуйста Пускай ещё раз заедут Они тут забыли Фуражку Пистолет Да и фотки посмотрят Прикольные получили Мужики Мужики у меня хомячка украли Как украли? Ну я его в машине оставил Сам в магазин пошёл Возвращаясь Машины нет Как я теперь без хомячка? Объявление Куплю 47 49 54 И 79 Струну на пианино Октябрь Или продам пианино Октябрь Без 47 49 А мы с женой долго спорили Как назвать ребёнка И знаете Потом решили просто наугад Ткнуть пальцем в календарь с именами Ну и чё за имя выбрали? О, редкая Тираж 5000 экземпляров Загадка Сидит девица в темнице А коса на улице Страшный сон Юлии Тимошенко Не передавайте никому Надпись на 24-этажном доме На стене В районе предпоследнего этажа Надпись На стене Граффити на высоте Это круто И без опа Кто вы? Добрая фея А почему с топором? Настроение что-то не очень Студент отвечает преподавателю Несмотря на то, что внутренняя жизнь Вронского была на полной страсти Внешняя жизнь неудержимо катилась по прежним рельсам Преподаватель Вы знаете, хватит О герое романа вы рассказывали достаточно Теперь расскажите о героине Героин сильная вещь, профессор Дорогой Ты купил мне на 8 марта подарок? Конечно, дорогая А он мне понравится? Ну, если не понравится, отдашь мне Я о таком спиннинге давно мечтал Ну и загадка В вагоне поезда Ехали русский, белорус и украинец Вопрос Кто русско украл газовую зажигалку? Наши славянские новые сказочки Ну, к примеру Мне кажется, мы бы неплохо друг друга дополняли Сказал колобок всаднику без головы Отрубил Илья Муромень змею Горынчу среднюю голову А змей как завопит Супер! Теперь я похож на герб Жарптица! Жарптица! Кричал Иван Дурак, увидев курицу-гриль Сказка о рыбаке-рыбке Современный вариант Отпусти меня, старче Я б тебя отпустил Но судя по тому, что я разговариваю с рыбой Меня самого еще не скоро отпустит Кто сидел на моем стуле? Кто пил из моей чашки? Кто? Господин Медведев, это бывший кабинет Путина Ой, а у Путина, говорят, недавно я с ним не знаком Я и с Медведем не знаком Говорят, недавно в Кулар Говорят, у него спросили, кто будет теперь, по-вашему, после Медведя президентом Он посоветовал посмотреть фильм «Возвращение резидента» Вот что мне нравится, наши такие анекдоты сочиняют Во время выборов русский гениальный народ придумал анекдот Добрый Медведев звонит своей маме перед выборами А мама спрашивает, ну что, Дима, волнуешься? Он говорит, мам, хоть ты не подкалывай Нет, к этому надо с юмором относиться Поэтому в заключении такое наблюдение По мнению психологов, на взрослую жизнь человека оказывают влияние игрушки Которые были у него в детстве Так, например, Джордж Буш любил играть в оловянных солдатиков Наташа Королева ложилась спать с плюшевой обезьянкой А у Владимира Путина был заводной медвежонок Но все рекорды побил губернатор одного города, Сибирского К нему приехал Путин, а он его повел в храм свежевыстроенный И сказал Путину Не ведают, что говорят Мы этот храм, Владимир Владимирович, построили с вашей божьей помощью, сказал он Путин глазом не моргнул и ответил ему И впредь будем вам помогать А мне подарили книжку Называется «История СССР от древнейших времен до 18 века» Город Ульяновск Переименовывают улицы, как и в Москве Написано «Переулок молочный» В скобках «Бывший молочный переулок» Автостанция «Перерывы на обед» 9.30, 10.30, 1.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40, рабочий день до 17.00 В зоопарке написано «Поить медведя водкой запрещено» А это я в «Универсами» недавно прочитал тоже Из той же серии, только у нас Дословно Суперпредложение Купи четыре бутылки водки славянское И получи скворечник в подарок Как это может быть связано вообще? Это только у наших людей Объявления в газете Продаются щенки метисы Мать-овчарка, отец-мерзавец Объявления в газете У меня была истерика Продаются дрова, колотые чурками Слушайте, даже в церкви торгаши появились Это же надо такое разводилово устроить В церкви объявление Продается плащаница спасителя Торопитесь, осталось две штуки Такси фирма называется в Москве Ужас, небесный тихоход Причем написано ВИП-услуга, трезвый водитель Вот это мне нравится Когда мои друзья приезжают Как я говорю, из стран Заколебалтики Они, вот первое, что их удивляет Это названия Которые разбросаны по всей Москве, по Петербургу Там Евросоюз, там этого быть не может Там не могут магазин Ковров назвать топой по-хорошему Это невозможно Или магазин мужской одежды У нас называется в Москве Мужской Руслана и Людмила А детский обувной Тысяча и одна туфелька А магазин мужской моды Вот почему такое название H2SO4 Мужской моды Входи в магазине, там слоган Попробуй вкус жизни Да, я обожаю серную кислоту пробовать просто Обожаю При выезде из Москвы Ларек Называется Вино, водка, творог Как это у русских людей сочетается все Это понять невозможно Ой, а детские игрушки В детский мир, не дай бог, зайти на ночь И прочитать ценники Крыса Самозаводящаяся Не дай бог приснится такой уродина Очень заводная мышка Телепузик ходячий В скобках хромает Урод на уроде Кунцкамера Буратино в скобках Безопасный Я не знаю, что это значит Я вам честно говорю Другой Буратино в скобках Нос мягкий Но этот безопасный точно Да Мамонт голубой Вот это меня поражает А все думают Почему мамонты вымерли? Вот Голубые были Да Золушка в скобках Мальчик А еще детские кафе ведь есть По всей России Какие там блюда? Плакать хочется Я не знаю, могут дети это есть? Я не могу Блюда в детском кафе Рагу Из поросячьих ушек С хреном Знаете, как называется? Невезучий фунтик Медицина делает подарки Челябинск Фойе больницы Фойе больницы Объявление При выписке пациентов Категорически запрещается Использовать фойе Петарды и фейерверки Рассерженный пациент При мне в поликлинике А ему пальцы перевязали Видимо Палец сломался И перевязали Видимо наши медсестры То есть с душой Вот он перевязал Вот такой вот такой размер И он этим пальцем вперед Ходит перевязанным Вот так вот Подходит к регистратуре Рассерженный Говорит Куда вы меня послали? Я просил хирургу А в 16-м кабинете уролог Ответ супер В регистратуре отвечает Правильно уролог Но он сегодня дежурный хирург Регина Дубовицкая Долго лежала в больнице Я пошел ее навещать Она, чтобы я не плутал Коридорами длинными больничными Послала нянечку меня встретить Нянечка вообще не понимает Что говорит Ведет меня И говорит Так жалко Регину скоро выписывают Вы знаете Никого из вас не увидим Ну ничего Будем надеяться Может вас положат Вообще я об Америке Говорить не хотел Но на Украине думаю Нет, кое-что расскажу И знаете Я давно там не был Меня туда не пускают Собственно И не надо смеяться Над этим Но Мне присылают письма И вот наши ученые Прислали мне письмо Которое я не могу Не пересказать Наши ученые Работают в научно-исследовательском институте В Нью-Йорке С авиационных заводов Американских Пришел запрос В этот научно-исследовательский институт Как проверить Противоударность Стекла Лобового самолета Потому что может быть Случайно Встретишься с птицей В полете Но в земных условиях Ученые посовещались Наши соображают классно И выдали следующее Сделали пушку Чтобы замоделировать условия полета И туда загружается курица Курица разгоняется До скорости звука Нет, конечно Вот И отослали сделанную пушку В этом институте На все заводы Эти пушки разослали Инструкцию Как пользоваться Провели эксперимент На всех заводах Один эффект Вдребезги стекло Сминает кресло водилы Вминает в шкаф приборный Вот этот И все Со всех авиационных заводов Письма идут В научные средства институт Что делать? Готовы? Ответ один всем Разморозьте курицу Впрочем И наши Иногда дают фору Иностранцам Вот Кассирша Касса Аэрофлота Принес Покупательницы Вы каким классом Хотите лететь? Бизнес или эконом? Там переспрашивают А каким быстрее? А есть такие девушки У нас Народились Такая Часть молодого поколения Вот Как они живут Я не знаю У них такие открытые глаза Такие А мозг чистый-чистый Вот вообще Вот девственный мозг Им ни разу не пользовались За ненадобностью Вот такая В суде Такая Неваляшка Мультяшка Ее спрашивает адвокат Назовите дату Вашего рождения Она говорит 18 июля Адвоката год Она говорит Каждый год А это объяснительные Ох Когда наши пишут Объяснительные Это надо читать с выражением Особенно если в милицейском отделении Причем жалко тех Кто это пишет У них видно Сразу судьба не сложилась Кто украл у меня кошелек Я не знаю Так как никого Из моих родственников Поблизости не было А этого еще Вообще жалко Плакать хочется Я обругал жену Нецензурными словами Ввиду того Что не смог ее ударить Находясь под кроватью А еще Наши люди Никогда не считают себя виновным Вот как бы он не провинился Всегда виноват другой Торговец пишет Рыночный Объяснительную Эти медные провода Сорвало ураганом И принесло прямо К моему прилавку на рынке А при мне однажды Магнитогорский пацан Такая гостиница Длинный калидор И бутики стоят Бутик это русское слово Будка Вообще И вот Обувной бутик Он смотрит Говорит Двери стеклянные И витрины стеклянные А он вообще не видит Смотрит Говорит Нормальная обувка Пойду куплю Из нашей энергии Бадам стеклянную дверь Вот так лбом Стоит искры Считает Потом Говорит Евреи негодяи Вымыли двери Не видно ничего Поразительно У нас уже когда Вот никто не Евреи виноваты А этот Еще интереснее Нашел виновницу Корова Корова Замаскировавшись В придорожном кустарнике Это не корова Это иностранный резидент Холоднокровно Корова Холоднокровно Дожидалась в засаде Приближения Моего автомобиля Вот так вот И в последний момент Выскочила Прямо мне на капот Вот такая корова У него была Объяснительный водитель Автобуса Продавал билеты В салоне сам Потому что Кондуктор был Настолько пьян Что постоянно Путался в сдаче Пришлось Ненадолго Посадить его За руль Согласитесь Обнадеживает слово Ненадолго Все таки А этот забрался Пьяный В автобус Залез Расталкивает всех А там вот все Как пельмени слипшиеся А он еще икает То есть просто опасен Для общества Ему говорят Куда ты лезешь Вон пустой автобус идет Он говорит Мужики Я в пустом не могу Я в пустом падаю Вообще транспорт Подарок для сатирика Сейчас же мобилки Крутые звонки У кого чихает У кого кашляет Есть мяукают Мобилки Есть гавкают В маршрутке едет мужик У него мобилка А он ее берет к уху Говорит Дорогая Слушаем А видно Что такие талантливые люди В никуда талантливые Мужик выходит Пьяный Поддатый из бара А у машины Стоит гаишник И штраф выписывает Что не там поставлено А это подходит К полицейскому Гаишнику Говорит Козел что ли ты Это ты мне? Да Говорит Вот еще штраф За немытую машину То говорит Ну ты придурок То говорит И шины лысые Выписывает И тот его Материт пять минут А это ему Штрафы Только прячет В поддворнике Готовы? Готовы? А этот говорит Ну ладно Я пошел Это не моя машина Вот это бы все Да на пользу родине Да? Ой я от наших умираю Недавно Супермаркет 24 часа работает Ночью Бандиты туда Что-то Кассу брать В общем приехал ОМОН И началась Вялая перестрелка Такая Пух И тишина На полчаса Потом опять Пух И опять тишина Только народ заснет Вокруг Выходите И тишина Все опять Хоп заснут И пух С другой стороны И вот так длится Несколько часов Два или три Я не могу дальше Вот сказать Это только у нас Женщина высовывается Из близлежащего дома Из окна Говорит Да убейте вы их Наконец Но это еще не все Наступает пауза Готовы точняк? И мент в мотюгальник Спрашивает Вы к кому сейчас обращались? Спокойно Спокойно Табличка в кабинете уролога Просто заходить Хвастаться Не обязательно А в туалете Уходя оглянись Чиста ли твоя совесть? Объявление в городе Кириши При входе в местную дискотеку В пьяном И в нетрезвом виде Вот это мне нравится Да, это разница Пьяный с нетрезвым Запрещается следующее Вход Въезд Вполз Взлет Влет Телепортация Но все рекорды Побила женщина В городе Днепропетровске Где-то в 96-м году Я вылетал Из аэропорта Днепропетровска Она провожала своего мужа И при всех Говорит ему Ну прощай, дорогой Пусть земля тебе будет пухом Два месяца назад Получаю письмо Опять от русской девахи Михаил Николаевич Будете довольны У меня произошла история С мужем Которого я люблю И боюсь Уже хорошо Мне нравится Он меня отпустил На девичник Но сказал Чтоб я вернулась Обязательно К двенадцати Вот Но мы с девчонками Выпили Я немного Прозевала Вернулась В четыре утра Вот Все по-нашенски Чуть-чуть Прозевала Нажралась Вот А у нас часы с кукушкой Я не могу это рассказывать Без смеха Дальше То, что произошло Может быть только у нашей Наумприте А спит муж Чутко И я решил его обмануть Готовы, да? Я решила сама Прокуковать Двенадцать раз Только наша Это может сделать Вот это По пьяни Ку-ку 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 Она мне пишет Я подошла к нему ближе Чтоб он точно слышал Такая с похмелья Ку-ку-ку Неизвестно Дышала она или нет На нее На утро Муж долго терпит Ничего не говорит За завтраком спрашивает Ты во сколько вернулась Она говорит В двенадцать Точно знаешь Да, ку-кушка Прокуковала в двенадцать Он молчал, молчал Набирайте, набирайте У кого что есть Воздуха в грудь Потом говорит Ты знаешь, милая Нам надо срочно Менять ку-кушку в часах Когда ты пришла Я услышал, как ку-кушка Сначала прокуковала Четыре раза Потом сказала Во блин Два раза ку-кукнула Поперхнулась Ку-кукнула Высморкалась Прокуковала Прокуковала Три раза Похихикала Ку-кукнула Наступила на кошку С грохотом Обвалилась А пол И докуковала Семнадцать раз Но все равно Заканчивать буду Любимым предметом Американцами Ночной бар Я стою у стойки Жду в своей очереди Америкосы Пятнадцать минут Не могут выбрать А я Борец за справедливость Я говорю бармену А их трое американцев Я бармену говорю Давай Быстрее троих Придурков этих Обслужи Один поворачивается Из американцев Говорит Двух Я переводчик Друзья мои Замечательно было у вас Я вас что? Благодарю И не забывайте И все-таки Есть разница И все-таки Есть разница И все-таки Есть разница С меня С меня С меня И все-таки